Всем привет! С вами снова я, Салтанат Козыбаева. Сегодня у нас снова интересная тема. Мы поговорим о тейпировании, но уже в косметологии. В предыдущих выпусках мы уже разбирали, что такое кинезиологическое тейпирование, как оно применяется в спорте. Но сегодня тейпирование в косметологии набирает большие обороты. Уже в салонах красоты можно видеть различные тейпы разного цвета и для чего они нужны, насколько они эффективны, чем отличаются от спортивных тейпов. Мы поговорим с экспертом Ниной Вьюник. Нина, привет! Добро пожаловать в нашу студию. Всем привет! Нина является аккредитованным тренером программы тейпирования лица и тела Beauty Taping. Нина, давай тогда перейдем сразу к интервью. Расскажи, пожалуйста, о себе, как ты пришла в это и почему ты решила заниматься именно этим направлением. Ну, честно говоря, мы начали вместе с супругом, да, то есть начали развивать компанию Офайтон и там я познакомилась с тейпами. Я вообще, в принципе, с женщинами работаю очень давно и здесь, в общем-то, для того, чтобы продвигать компанию и, в общем, омоложение, да, то есть мне посчастливилось обучиться именно бьюти-тейпингу. И я прошла тренерский курс у Екатерины Шубиной. Это гуру тейпирования, то есть она создала эту программу и вот в двадцатом году, в начале этого года получили патент именно на эту процедуру. Это обучение, бьюти-тейпинг. Вот, и я счастлива. Все знаем, да, что большую популярность тейпы имели именно в спортивном направлении. Скажи, пожалуйста, есть ли кардинальное отличие между косметологическими тейпами и спортивными? И правда ли то, что вот эти тейпы в косметологии, они пришли именно из спортивного? Смотри, кардинальное вообще, в принципе, ну, если общее брать, то это в любом случае работа с мышцами. Будь то это спортивные тейпы, да, будь то это тейпы для лица. Но для того, чтобы мы получали хорошие результаты на лице и, скажем так, кожа на лице не страдала, то нам нужно именно выбирать тейпы для лица. Ну, конечно же, это самые лучшие тейпы компании FITON, это японские. Они реально работают на лице. И в чем отличие? Я буквально покажу, чтобы было понимание. То есть вот это тейпы, это спортивные. Ты видишь нанесение клея, да, волнообразное. Для лица нежелательно использовать тейпы. Они очень, скажем так, цеплючие, они очень тяжело снимаются с лица, можно повредить эпидермис. Плюс еще, когда мы делаем лифодренажные аппликации, то не настолько плотно прилегают к коже, да, и не будет давать, ну, такого результата, который нам нужен. Так, а вот это вот, это именно тейпы для лица. То есть здесь сплошное нанесение клея, это плотное прилегание к коже и, конечно, стопроцентная работа с мышцами. Ну, это самое важное, когда мы работаем с лицом. Я заметила, что там нет вот этих волнообразных рисунков. Здесь нет волнообразных, то есть именно вот это нанесение клея и дает очень хороший результат. Я думаю, что этот выпуск будет особенно полезен девушкам, да, потому что наши бегуни, наши участницы мероприятий хотят быть не только спортивными подтянутыми, но и красивыми в части внешнего вида лица. Конечно, безусловно. Я видела, что вот тейпы, они наносятся каким-то определенным образом. То есть если в спортивном тейпировании там наносится какой-то участок, да, сплошным тейпом, то в косметологическом там вырезают какие-то тонкие линии. То есть рисунок имеет значение, правильно? Конечно, безусловно, потому что у нас, в принципе, на лице мышцы, они маленькие. То есть, представляешь, икра, да, допустим, и вот тут тоненькая мышца, которая поднимает крыло носа и, ну, то есть она отвечает за носогубку. То есть мы с ней, мы не наложим такой огромный тейп, мы должны вырезать под нее. И, соответственно, мы должны получать определенные результаты. То есть что мы хотим? Межбровка, допустим, да, проработать межбровную зону, либо лоб. И, соответственно, мы вырезаем те аппликации, которые вот накладываются конкретно на данную зону. Вот как раз следующий вопрос, как раз про это. Какие проблемы можно решить с помощью косметологического тейпирования? Сейчас косметологи, ну, сейчас огромное количество выбора, да, разных процедур и аппаратная косметология, и делают уколы, различные процедуры. Чем отличается тейпирование, да, вот, от других процедур? И как можно решить? Тейпирование – это самый такой, скажем, безопасный способ, да, то есть ты не будешь колоть, ну, у кого-то аллергия, а кто-то, в принципе, не хочет, да, колоть. Тейпами ты можешь решить эти вопросы, да, но плюс еще, если ты добавляешь какую-то гимнастику, работа руками с мышцами, это будет шикарный результат, потому что ты сначала, допустим, сделала самомассаж, заклеила тейпами, тейп работает 24 на 7, он продолжает твою работу. Какие вопросы? Убираются мимические морщинки, они, в принципе, сглаживаются. Есть люди, которые спят, прям вот они зажаты, да, и появляется межбровка. Это контроль мимики, то есть мы можем на ночь наложить тейп, это уже будет контролироваться. Плюс отеки, шикарно убираются отеки, это для тех, у кого нет угла молодости, к примеру, да, то есть вот здесь вот все ровненько, да, и мы не можем найти этот угол, и мешки под глазами и так далее, это прекрасно работает, и это вы можете сделать дома сами. А как, например, правильно, нужно же правильно вырезать, знать, как наложить, как отклеить, на какую зону приклеить, это где этому можно обучиться? Ну, естественно, так как я являюсь тренером, то я обучаю, и, конечно же, нужно этому обучаться. То есть в ютубе, естественно, я смотрю, вижу очень много разных аппликаций, да, но есть те, которые вообще люди некомпетентны в этом вопросе, да, и что попало показывают, это, конечно, не вариант, да, можно даже навредить. То есть тейп – это реальный инструмент, которым нужно правильно работать. Если ты неправильно сделаешь аппликацию, ты либо не получишь результата, либо сделаешь хуже. Поэтому обязательно нужно пройти в мастер-класс, обучение, есть базовые курсы для себя, какие-то большие аппликации. Вот, но это можно делать дома без проблем. Вот с точки зрения эстетики я сразу задаюсь вопросом. Сколько раз в неделю или сколько раз в день нужно, во-первых, делать такие аппликации, и сразу второй вопрос, ну вот эстетически, например, выйти на улицу и с тейпами на лице, наверное, не очень красиво. Нет. Ну, может быть, кто-то позволит себе это, но многие, мне кажется, девушки будут хотеть остаться дома и сидеть с этими тейпами, пока они начнут действовать. Вот насколько часто нужно делать такие аппликации и насколько по времени, по длительности нужно носить эти тейпы, чтобы они реально оказывали какой-то эффект? Ну, смотри, есть такое выражение памяти мышц, да, 21 день. Для лица это, ну, как бы то же самое. То есть если мы хотим получить хорошие результаты, которые будут потом сохраняться, да, в течение какого-то энного периода, это там 3-6 месяцев у всех по-разному, то мы должны работать 21 день. Каждый день мы должны делать аппликации, да, разные. Но это делается только на ночь. То есть мы работаем мимикой, да, то есть днём почему нельзя делать очень много, скажем, аппликаций на лице, да, и особенно на тех мышцах, которые вот даже мы сейчас разговариваем, кушаем, да, то есть вот эту зону затрагивать нельзя. Лоб, допустим, можно, да. Поэтому делается на ночь 8 часов, утром просыпаешься, красотка, мы получаем результат. То есть утро можно снять уже? Утром мы снимаем, да. Но опять же вернёмся к бегуньям, да, вот пока ты бежишь, то есть межбровку ты можешь заклеить и бежать. Тейпы бежевые, то есть их не особо видно. Но я хочу сказать, что тейпирование сейчас входит в моду, и без проблем можно в кафе увидеть девушку затейпированную. Точно так же, как мы ходим, затейпированные руки или ноги, или там плечо. То есть это уже, понимаешь, вот даже если какие-то вот процедуры по уколам, да, вот бывает, видишь, девушка пришла, у неё там папуло, да, синячки. И, ну, мы же, в принципе, знаем, что она сделала и почему у неё так, да. То же самое все люди скоро узнают, все узнают, что такое тейпирование. И, по сути, уже никто не будет на это обращать внимание, может спокойно выйти. Нина, вот такой вопрос. Сколько максимум можно ходить в тейпах? Ну, смотри, опять же, если мы берём расчёт, что мы накладываем только на ночь, то это 6-8 часов. Ну, есть несколько отличий. То есть есть тейпы, именно кинезиотейп, да, вот этот вот тейп, а его только на ночь. Ну, либо на ту зону, которая не работает. Ну, вот межбровка, да, я говорила. И есть вот такие вот точечные тейпы, да. Эти тейпы тоже так же применяются на лицо. Они потрясающе работают именно на лифтинг, но с ними ты можешь ходить и днём. Поэтому, то есть если ты на ночь наложила, к примеру, эти тейпы, то ты можешь в целом, ну, как бы проходить сутки и потом снять. А умываться в них можно мочить? Умываться можно, они не отклеиваются абсолютно, то есть так же, как на теле. Если ты приклеила, они 7-10 дней могут на теле быть, ну, как бы на лице мы не будем 7 дней ходить, да. Но это в любом случае отличие. То есть тейпы, которые мы накладываем на лицо, 8 часов, ну, 6-8, да, а тейпы на тело 5 дней носим. То есть тут как бы вот отличие тоже в них. А точечные мы можем сутки носить без проблем. А есть ли какие-либо противопоказания в ношении тейпов? Ну, у всего всегда, особенно у меня есть каких-то препаратов, есть противопоказания. Вот в тейпировании есть ли такое или нет? Конечно, обязательно. То есть противопоказания нужно учитывать, чтобы кожа была здоровой. В плане того, чтобы не было каких-то болезней, ну, таких как экзема, псориаз и так далее, да. То есть какие-то раны, может быть, да, какие-то царапины. Тейп, он очень хорошо цепляется за кожу, поэтому нежелательно, да, чтобы еще там создавались какие-то паровой эффект для микроорганизмов, да, чтобы это что-то там размножалось. То есть когда мы делаем лимфодренажные аппликации, очень нужно учитывать, чтобы человек не болел. То есть любая инфекция, да, то есть ты заболел, у тебя здесь инфекция сидит, но если ты сделаешь лимфодренаж, то она пойдет дальше. То есть человек еще больше заболел. Ну, это даже как и спортом занимаешься, то есть в простуженном состоянии спортом нежелательно заниматься, тут тоже самое. Мы разгоняем, получается, инфекцию по крови. Конечно, по всему, то есть либо ты здесь его убьешь, да, этот вирус, да, либо разгонишь. Поэтому здесь, конечно, это тоже противопоказание. Ну, и надо учитывать, да, то есть если, ну, не знаю, человек в принципе болеет, да, это гепатит, да, ну, инфекция, там, либо диабет, онкология, ну, здесь тоже как бы нежелательно. Нина, я вижу, ты принесла сегодня манекен, чтобы мы нашим зрителям наглядно показали, как правильно наносить тейпы. Я понимаю, что из нашего выпуска невозможно будет сразу научиться, как ты ранее сказала, что лучше, конечно же, пройти определенные курсы, какой-то базовый курс. Но покажи, пожалуйста, подробнее, как это все делается, на какие мышцы, как накладываются тейпы, как в салонных условиях или в домашних условиях это все можно сделать. Ну, я покажу самые такие основные аппликации, которые действительно можно быстро сделать, вечером, дома, быстро сделала, пошла спать. Самая основная аппликация, первая, с которой мы начинаем, это лимфодренажная, да, вот о чем я говорила, это как бы лапшичка, медуза, ее по-разному называют, ну, она вот так, таким образом нарезается, вот на такие полосочки, да, у меня уже как бы все готово, а я только покажу, как это все приклеивается. Лимфодренажная аппликация якорем всегда должна направляться на ближайший лимфоузел, поэтому для этого вот должны быть как бы знания, да, куда ты направляешь якорь. То есть первое, если мы снимаем отек с глаз, то якорь мы приклеиваем ближе к козелку, то есть к уху, да, здесь у нас есть ближайшие лимфоузлы к глазу. И мы начинаем расправлять наши полосочки. Уже по коже. Самое главное правило в тейпировании, что тейп мы не тянем, ни в коем случае. А это грубочайшая ошибка девочек, которые просто по ютубу учатся и приклеивают полосочки. То есть естественным образом наклеиваем, не оттягивая тейп. Абсолютно с естественным, да. Ну вот здесь вот у нас получились очень длинные полосочки, их можно, в принципе, отрезать. Вот. То есть смотри, каждая полосочка что делает, да, то есть она собирает, то есть тейп имеет массажную функцию. То есть каждая полосочка начинает собирать лимфу и направлять ее к лимфоузлу, то есть к якорю, да. За счет этого выходит отток лимфы. А это первое. То есть мы убрали отек. Далее. Сразу вопрос по поводу отека. Давай. Если мы утром просыпаемся с отечными глазами, то получается мы эту аппликацию должны нанести утром или нет? Нет, это на ночь. То есть если ты заведомо знаешь, что ты каждый день просыпаешься с отекшими глазами, то ты делаешь эту аппликацию на ночь, а утром просыпаешься красоткой. Но опять же, отеки под глазами, да, еще несут немножко другой характер, поэтому здесь нужно работать глубже. Это мы уходим уже в остеопатию, да. Так, дальше. Межбровка и лоб. Здесь тоже у нас размеры не по манекену. Итак, обязательно работаем с носом, когда мы работаем с межбровкой, да, потому что здесь есть тоже мышца, которую нужно привлекать в работу. Итак, приклеиваем на носик. И смотри, здесь очень такой важный момент. Есть межбровка достаточно глубокая, прям залом. Тогда в этом случае нужно прям вот раздвинуть. Саму мышцу. Вот, да, прям сам залом раздвигаем. И только после этого приклеиваем. Иначе получится так, что мы этот залом, опять же, запечатаем тейпом, да, и, ну, как бы... Будем с ним ходить. Собственно, да, мы не решим вопрос с этой межбровкой, с этим заломом. Дальше. Мы поработали носик, да, захватили, захватили межбровку и поработаем с албом. Есть поперечные морщинки, да, которые тоже, как бы, доставляют, да, неудобства девочкам. Мальчикам тоже. Мужчины, возьмите на заметку. Конечно, да. А почему нет? Нет, вечером, если вы увидели, что супруга что-то наклеивает, подбежали, сказали, тоже мне наклей. Будьте вместе ходить и омолаживаться. Итак, что мы здесь делаем? То есть приклеить вот этот треугольник тоже просто так невозможно, да, приклеить и все. Здесь тоже есть мимические морщинки, которые нам нужно разгладить и потом затейпировать, да, получить этот эффект. Поэтому мы берем за мышцу, то есть вот, подтягиваем ее и только после этого мы накладываем, опять же, нерастянутый тейп. Треугольник вот этот. Треугольник, да. Опять же, тейп мы не тянем, да. И самые наши такие, как бы, для дам ненавистные брыли, да, которые мы тоже можем протянуть. Второй подбородок, да? Ты знаешь, второй подбородок больше он вот здесь, то есть здесь подъязычная мышца и кость, да, обрыли они вот. То есть это вот наш угол молодости, это красивый овал. Ну, по сути, как бы морщинки, они будут, и они, ты знаешь, они не говорят о том, что человек старый, да, морщинки. Вот как раз-таки возраст добавляет овал лица. То есть вот если будет четкий овал лица, ты будешь выглядеть моложе, даже если у тебя где-то будут мелкие морщинки. Поэтому для того, чтобы оставаться естественной, нужно, естественно, омолаживаться. Логично. Да. Так, и сделаем последнюю аппликацию. Смотри, вот эта аппликация, она достаточно сложная. Просто так ее не вырезать, не зная, да, техники. Эта техника называется панч. Ну, как бы аппликация панч. Что она делает? Во-первых, очень хороший лимфодренаж и лифтинг. То есть за счет вот этого наложения, да, тейпов. Тоже мы заякорь в этом месте. Ну да, мы заякорились возле ушка. Теперь мы держим, так видно. И смотри, мы раскладываем вот эти вот наши нарезанные уже окошечки, да. Мы приклеиваем так, чтобы тейп прям вот разошелся. Ну, здесь опять же... Немножко нестандартно. На манекене, да. Да, как бы нестандартно, да, в любом случае. Тут рот мы не заклепим, как у него, да. Но иногда можно. То есть заклеить тейп, и ты, в принципе, не пойдешь кушать. Потому что есть частый вопрос, что если я буду тейпировать тело, я похудею, да. Ну, а как мы худеем обычно по телу? Это лимфодренаж. Мы убираем лишнюю жидкость. Мы не можем жир, да, согнать и так далее. То есть, но если нужно убрать лишнюю жидкость и восстановить гомеостаз, то лимфодренажные аппликации потрясающе работают по телу. Вот так мы можем немножко похудеть, да. Но кардинально, конечно, нет. Нужно в любом случае питание, да. Ну, так вот. То есть вот таким образом мы приклеиваем. И вот с такой, грубо говоря, маской, да. Ну, с этой, со второй стороны тоже понятно, да. Ложимся спать, и утром мы получаем уже результаты. Но единственное, что нужно каждый день менять аппликации. То есть нельзя каждый день делать одну и ту же аппликацию. Мышцам тоже нужно отдыхать, потому что они работают. То есть бывают разные виды аппликаций, и их нужно еще изучать. Их очень много. И когда мы разбиваем на 21 день, то мы прям вот каждый день прописываем. То есть есть определенные бьюти-карты, которые прописываются индивидуально под каждый тип старения. И тогда все сбалансировано, и ты каждый день меняешь аппликации, и, конечно, результат шикарный. Супер. Мне кажется, что вот такие аппликации вполне реально делать в домашних условиях. Да. Понять, как это. Главное, не натягиваем, очищаем лицо и накладываем аппликации. Очищение обязательно. И увлажнение перед тейпированием. То есть получается, мы умылись, нанесли все необходимые средства. Но я насколько знаю, тейпы, по крайней мере в спорте, они прежде чем их наложить, обязательно это место должно быть обработано спиртом. Вот как быть здесь? Здесь, смотри, здесь мы делаем обязательно очищение. То есть лицо, мы не имеем права лечь спать, не очистив. Мы обязательно умываемся, ну, по типу лица, да, то есть у кого-то умывалочка, у кого-то молочко. И после этого мы наносим крем. Ждем минут 15, когда крем впитается, и тейп прекрасно приклеивается и держится. Будет держаться. Супер. Это важное уточнение. Это очень важно, потому что мы не можем лечь спать, не нанести крем. То есть у нас все-таки липидный наш слой, нам нужно поддерживать, особенно если это женщина в возрасте. Но и на сухую кожу наложить тейп утром как бы не очень приятно будет. Поэтому это очень важно. А как снимать потом? Это очень важный вопрос. Ты прям молодец, что ты его задала. Вот дело в том, что снятие, есть клиенты, которые вот сделают и первое, а потом говорят, что у них пошла аллергия, раздражение и так далее. Нет, аллергия бывает очень-очень редко, когда человек в принципе ко всему может, да, ну, как бы будет реакция аллергии. Как мы снимаем? Это очень важно, когда мы работаем с лицом. Мы скатываем. Посмотри, то есть когда ты берешь тейп, снимаешь с лица, да, то есть ты захватила и скатала. Уголок. Уголок. Но здесь еще такой момент, то есть ты поддерживаешь кожу, да, для того, чтобы она как бы зафиксировалась. То есть, ну, можно чуть-чуть как бы натянуть на себя, да, пальчиком. И отсюда уже начинаешь дальше скатывать. Опять чуть-чуть скатала, пальчик переложила. Опять скатала, пальчик переложила. И так далее. Особенно шея. Шея очень нежная, кожа здесь, да, и очень часто практически каждая вторая снимает вот таким образом, да. И повреждается... Оттягивая тем самым кожу, еще хуже ее повреждают. Да, повреждается эпидермис. Конечно, эти красные полоски потом будут 2-3 дня. Ну, это можно помазать каким-нибудь кремушком, ну, который восстанавливает, да, кожный покров. И, в принципе, это все пройдет, но в следующий раз нужно обязательно это учитывать. Снимать обязательно аккуратно. Мне кажется, мы уже за один выпуск уже всему научились. Ну, не знаю. Спасибо большое за интересную беседу. Ну, и завершающий такой вопрос. Как, на твой взгляд, есть ли будущее у косметологического тейпира? Конечно, оно уже есть. Оно уже... Это будущее пришло к нам, потому что... Ну, в Казахстан я имею в виду. Потому что началось это все в Украине, в России. Сейчас это развивается у нас, причем достаточно стремительно. Если год назад, полтора года назад, когда я обучилась, то это было сложно объяснить девушкам, да, что это такое. То сейчас они, в принципе, каждый день нам пишут и спрашивают про тейпы для лица, про обучение и так далее. То есть это уже будущее у косметологов. И особенно косметологи, те, которые делают массаж лица, для них это вообще масс-хэп. То есть это должно быть, потому что они делают массаж час-полтора руки, а тейп 24 на 7. То есть он продолжает работу массажиста. То есть эффект массажа можно еще продлить с помощью... После массажа сделать тейпирование и походить еще какое-то время. Поэтому это здесь и сейчас уже нужно обучаться и уже это внедрять в свои услуги. Большое спасибо, Нина, за то, что сегодня пришла к нам в студию, рассказала о косметологическом тейпировании. А мы с вами, друзья, прощаемся. До новых встреч. Омолаживайтесь, девочки, естественно. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»